Благодарю. Спасибо большое. Добрый день, уважаемые коллеги, слушатели. Дайте, пожалуйста, мне знать, всё ли слышно, всё ли видно. Презентация перед вами. И потом Татьяна объяснит, как можно будет уже скачать её для себя. Итак, тема, к которой мы сегодня с вами обращаемся, она не нова, она актуальна. Но удивит, возможно, вас тем, что мы обратимся к некоторым темам и приёмам, и методам, которые вы, в общем-то, с ними уже сталкивались, свои практики опробировали и не единожды. Единственное, вот эта терминологическая новая насыщенность, она, конечно, ориентирует на поиск ещё и новых форм представления того, что нам известно. Итак, в современном нашем обществе, наверное, сложно найти абсолютно по всем параметрам здорового ребёнка. Скажем, если в физическом отношении, может быть, и все критерии могут быть положительными, вот психосоматические нарушения, они всё-таки сейчас встречаются гораздо раньше. Поэтому мы попадаем с вами в парадоксальную ситуацию, когда, казалось бы, общество стремительно развивается, и технический прогресс вслед за ним. Ну, а здоровье детей нашего будущего ухудшается в плане того, что снижается интеллектуальный уровень, несмотря на то, что возрастают инструментарии для того, чтобы можно было пополнить магаж знаний. Падают возможности обучения. И кто, как не мы с вами, педагоги, дефектологи, психологи, понимаем, что при этом объём знаний, которые должны усвоить дети, он увеличивается. А трудности восприятия программного даже материала возникают от них не из-за детской лени, а вследствие особенностей развития головного мозга современных детей. Очень часто, например, сейчас врачи-неврологи ставят детям диагноз «минимальная мозговая дисфункция». Это синдром, который включает в себя какие-то нарушения психоэмоциональной сферы, которые возникают как следствие недостаточности функции центральной нервной системы. Или синдром дефицита внимания и гиперактивности у детей, практически у каждого третьего или даже второго. Понятно, что такие дети имеют проблемы не только в речевом развитии. Здесь сопряжённость всех тех функций, которые выполняет наш мозг – это и внимание, память, восприятие, нарушается координация, нарушается общая и мелкая моторика. И поэтому, чтобы помочь детям скорректировать вот эти имеющиеся и выявленные медиками нарушения, оправдано на сегодняшний день применение нейропсихологических методов и подходов. Кратко обобщая те проблемы, с которыми нам приходится сталкиваться, я на слайде обозначила их через несколько направлений. Их, конечно, гораздо больше. И стараюсь теоретически вас тоже подковать с теми терминами, которые возникают сейчас у нас в науке, в частности в нейропсихологии. То есть вот в совокупности, если прочитать литературу психологов, педагогов, врачей, научную литературу, то вот эта катастрофическая динамика в детстве у детей целого ряда так называемых патофеменов. Это как раз те нарушения психоэмоциональной, психосоматической сферы, которые связаны с сосудистыми проблемами, снижение иммунитета, рост агрессивности, иных форм каких-то деликвентного поведения, искажается психоречивое развитие, как следствие идет дисграфия, повышенная возбудимость и склонность к неврозе или психоподобным явлениям. И в совокупности, я здесь еще и не все обозначила, только основные направления, это приводит, конечно, к неготовности, прежде всего, к эмоциональной личности, неготовности ребенка к обучению, то есть адекватная адаптация к социуму, который уже проходит детки в школе. Поэтому нейропсихологический подход, он, еще раз повторяю, направлен на сегодня, он опробирован и предполагает коррекцию нарушенных психических процессов, это прежде всего внимание, память, мышление, речи и эмоционально-волевой сферы ребенка через движение. Мы сегодня даже поговорим не только о нейропсихологических приемах и упражнениях, но я еще и попутно обращу ваше внимание на кинезологические упражнения, которые в совокупности с нейропсихологическими будут давать, конечно, ожидаемый эффект. Нейрокоррекция представляет собой, это те термины, которых я сегодня буду касаться и часто их упоминать, это те психологические методики, которые как раз направлены на переструктурирование нарушенных функций мозга. То есть цели нейрокоррекции, это развитие высших психических функций, активация подкорковых образований мозга, обеспечение регуляции общего активационного фонда ребенка и так далее. То есть все то, что играет на обеспечение таких приемов для получения модально-специфичной информации. Вот они в виде нейрончиков, такого метафорического, нам в презентации обозначены, это и тактильная, двигательная, кинестетическая, динамическая, зрительная, слуховая и так далее. Функции, которые сосредоточены у нас в разных полушариях мозга, и наша с вами задача, конечно, обеспечить межполушарное взаимодействие у деток, для того, чтобы все то, что изображено, и я перечислила, эффективно ими использовалось в практике. И у истоков нейропсихологического подхода, вообще советским нейропсихологом первым считается Александр Романович Лурия. И не могу два-три слова не сказать о нем, потому что это уникальная личность и очень интересные его работы я рекомендую почитать. И дело в том, что это практик, который во время Великой Отечественной войны оперировал очень многих раненых солдат, и ему приходилось, что нравится материально видеть мозг, устанавливать, корректировать даже физически, его восстанавливать и наблюдать за тем, какие процессы восстанавливались у прооперированных солдат. Поэтому он, мозг знает, что называется изнутри. Поэтому я буду опираться сегодня и на его некоторые концептуальные положения, для того, чтобы пояснить и объяснить, почему лучше использовать и как эффективнее использовать те или иные приемы, особенно их совокупности. Мы обеспечим с вами эффективность процесса, чтобы наши с вами детки были готовы в школе или даже в начальной школе. Мы корректируем с вами речи, поведенческие реакции наших детей, которые зависят от общих мозговых процессов. Так вот, успешность обучения детей в одном зависит от своевременного развития межполушарных связей. Вот здесь тоже такой вот срез мозга, скажем так, метафорически, иносказательно, за что отвечает каждый из наших полушарий. Левое полушарие, оно отвечает за управление правой половинкой тела, а правое, соответственно, за то, что делает левая рука, например. То есть мы активизируем правое полушарие для того, чтобы левая рука что-то делает. То же самое касается и глаз, ног и так далее. То есть левое полушарие, оно отвечает за конкретное мышление, а правое, оно пространственно-образное. И вот когда мы анализируем, считаем, говорим, то более активно, конечно, работает левое полушарие. Когда мы фантазируем, рисуем, танцуем и даже молчим, здесь уже ответственность несет правое полушарие. И вот распределение активности между полушариями, конечно, постоянно чередуется, да, и максимальная эффективность мозга достигается в момент одновременной активности обоих полушарий. И делая краткий вывод о том, что используя вот это теоретическое положение, то есть наша с вами задача настроить, подготовить мозг к работе для того, чтобы обеспечить баланс активности между левым и правым полушарием. На это как раз и работают эти упражнения. Кратенько напомню вам, как вообще развивается мозг в постнатальный период, и что мы должны с вами учитывать, прежде всего, возрастные характеристики детишек, да, для того, чтобы использовать уже, отрабатывать вот ту методику, которую вы непосредственно в своих группах будете применять или в классах начальной школы. То есть первый год, год и три месяца – это основные функции, да, потребности выживания обеспечивает мозг, и здесь эти функции перечислены. Далее вот как раз возраст, с которым мы с вами имеем дело, да, формируется лимбическая система, то есть то, что в мозгу у нас отвечает за развитие эмоциональной, речевой сферы, воображения, памяти. Вот этот период как раз там попадает с вами под нашу с вами ответственность, для того, чтобы мы могли, учитывая эти функции, разрабатывать уже методику работы с детьми. Далее, преддошкольный и школьный, начало школьного периода, да, здесь образное полушарие, когда формируется картина мира у маленького человечка. Здесь и идет анализ образов, ритмы, эмоций, интуиция, то есть уже постепенно развивается интегральное мышление. Начальная школа, основной упор идет на левое, да, логическое полушарие. И посмотрите, как раз когда ребенок активно пишет, читает, да, идет линейная обработка информации, совершенствуются как раз все эти навыки, которые в начальном звене школы отрабатываются. Далее, лобные доли, кстати, мозг у нас с вами буквально испещрен, да, зонами, вот лобные доли есть там и зоны письма, и зоны ответственности чтения и так далее. Поэтому, когда мы подготавливаем ребенка, у которого развита тонкая моторика, то проблем уже в начальном звене практически не будет, или мы их нейтрализуем. Далее, среднее школьное звено, посмотрите, здесь идет комплексная обработка информации, поэтому усложняется учебная программа, идут предметы, включаются программы, где идет обработка абстрактной информации. Далее, посмотрите, уже средний и практически завершающий период, это гормональный всплеск примешивается, да, здесь знание о себе, о теле, это уже идет выяснение значимости жизни, общественные интересы, то есть, по сути, социализация ребенка уже должна произойти, и достаточно успешно. Что бывает, если какие-то зоны не проработались, недостаточно развиты? Вот здесь я снова возвращаюсь к той структуре мозга, которую Александр Романович Лури условно разбил на три блока. Вот эти блоки, они здесь представлены штрихом. Вот первый блок, да, регуляция активности, когда формируются подкорковые, стволовые структуры. Если вдруг у ребенка возникают проблемы при формировании этого блока, то что мы видим на выходе? Повышенная утомляемость, отвлекаемость, он не реагирует на просьбы взрослого быть внимательным, перестает воспринимать информацию, вертится, роняет принадлежности, причем не случайно, а вот для того, чтобы обратить на себя внимание, не мешает другим, плохо концентрируется на деталях. Успеваемость сначала может быть хорошей, варьируемость оценок просто удивляет психологов от пятерки до двойки и обратно. То есть если выкладывается такой ребенок в школе, то дома он без причины может плакать, часто болеет, становится раздражительным, такая вот повышенная иронимость, обидчивость, ну и как следствие не складывается отношение с одноклассниками. Если есть какие-то изъяны, нарушения, торможения при формировании второго блока, когда перерабатывается, хранится информация, то здесь дети не могут различать похожие фигурки, значки, не делают отличий, ошибаются переписывая с доски, не понимают услышанные, обращенные к ним задания или не могут запомнить правила, пересказать текст, вплоть до того, что запомнить таблицу умножения представляет затруднение. Третья лобная доля, да, обратите внимание, если здесь у нас имеется нарушение, то часто не только дети, я наблюдала и в студенческом контингенте, конечно, единичные случаи, но такие тоже бывали, хождение по классу во время урока, какая-то, собственно, игра выдана, занимается сам собой, мешает соседу, вообще не принимает школьные правила, то есть, посмотрите, лобная доля отвечает уже и за этап социализации, да. Если человек знает правила, он их учил, родители утверждают, что он головы не поднимает от учебников, но допускает достаточно глупые ошибки, пропускает буквы, искажает информацию, вот это нарушение уже, да, вот этих долей в мозге. Поэтому те упражнения, мы с вами закладываем ту основу, готовим человека к школьному периоду восприятия информации, более сложной, да, усвоения и программного, и внепрограммного материала, потому что очень много детей сейчас и кружковой деятельностью заняты, да, и волонтерством и так далее, то есть нагрузка достаточно большая, информационная, и вот первая фундаментальная такая вот основа, за которую мы с вами отвечаем, это умение и концентрироваться, и переключаться с одного на другое вовремя, ну и, конечно, не уставать, расслабляться. И для этого мы как раз с вами продумываем структуру вот таких нейропсихологических или нейроколекционных развивающих занятий, как их в литературе еще называют, который состоит из шести этапов. Я подробно эти этапы рассматриваю, и каждому этапу сделала подборку тех упражнений, которые, я уверена, вы активно используете в своей педагогической практике, но где-то вариативность вы увидите, да, где-то, может быть, акцент не на том сделан, но любое занятие нейроколекционное, оно должно включать вот все эти элементы для того, чтобы мы с вами все-таки обеспечили вот эффективность подготовки ребенка и отработки вот всех его тех функций, за которые отвечает мозг. Итак, что собой представляют нейропсихологические упражнения, которые можно использовать в своей работе? В начале, когда я несколько слов говорила об Александре Романовичу Лурия, я сделала акцент на межполушарном взаимодействии, которое обязательно необходимо, чтобы адекватно воспринимать и передавать информацию из одного полушария в другое. Вот если отсутствует слаженность в работе двух полушарий, то это является частой, очень частой причиной вот тех трудностей, которые испытывают дети в обучении еще в дошкольном возрасте. Потому что если не сформирован вот этот механизм межполушарного взаимодействия, то просто не может быть полноценного обмена информации между левым и правым полушариями, каждый из которых, как мы с вами увидели, отвечает за восприятие мира конкретно или образно. Поэтому специальная подборка заданий, в том числе с опорой на кинезиологические, кинезиология – это наука, которая происходит от двух слов – кинезис движения и логос наука, то есть это наука о движении, о движении мышц. Вот совокупность этих упражнений, она как раз позволит нам обеспечить вот это взаимодействие. И в качестве такой вот немножко отвлекусь и хочу напомнить вам такой случай, который описывается в разных учебниках, учебных пособиях, в частности по нейролингвистике, по психолингвистике. Случаи в практике, и таких случаев очень много бывает, выводы из которых мне бы хотелось, вот перед тем, как перейти к характеристике упражнений, чтобы вы тоже усвоили. Еще в 1945 году 11-летний мальчик, немецкий мальчик, он оказался в трагических условиях, потерял близких, которые жили в Кёнигсберге, это современный Калининград, и не смог, несмотря на неоднократные попытки, вернуться на родину, в Германию. Он скитался и по территории Литвы, и Белоруссии, без всяких документов, попадал в разные компании, в итоге в лагеря, когда уже стал совершеннолетним. Никто ему не верил, что он немец, потому что он уже родной язык забыл, он разговаривал исключительно на русском языке, и в ссылках в общей сложности он пробыл 40 лет. Пока на него не обратил внимания один из журналистов, переходя в метро на Пушкинской площади, журналист обратил внимание на играющего трубочиста. Поскольку журналист обладал музыкальным образованием, вот сам в джаз-оркестре играл, посмотрел, как виртуозно играет этот трубочист, простите, не трубочист, а на трубе играл, и пригласил его, поведал вот эту историю. Вот этот уникальный случай заинтересовал чем? Во-первых, мужчина, на тот момент ему было 56 лет, он согласился пойти на эксперимент, на который спровоцировал его журналист, посоветовавшись со специалистами, в том числе с нейропсихологами, нужно было доказать, что он действительно из Германии, то есть доказательством является знание языка, то есть что он заговорил на своем родном языке. Ну как, если он уже забыл? И специалисты провели с ним такой вот эксперимент, они специально заготовили предъявляемые для него предметы материального мира, той культуры, рассчитывая на то, что мальчик примерно 10-11 лет, что окружало его, то есть подобрали вот специальные приспособления, которые в немецкой культуре есть, да, в европейской заварничке, которые отличаются от нашей, да, в славянской культуре, там есть удерживатели капельницы, там есть специальные приспособления для яиц, когда их варят, чтобы оно не трескалось, ну и тому подобное. Специалист подобрал возможные марки того времени, рассчитывая, что может быть марки собирал мальчик, ну вот пытались предусмотреть все то, что могло окружать ребенка в то время. И знаете, произошло очень интересный результат. Дело в том, что мужчина узнал свое, начал очень эмоционально и на родном языке называть те вещи, которые предложили ему специалисты. То есть, по сути, удалось наказать, что когда-то мальчик вот был вынужден, да, эмигрировал в Россию и так далее. Ну, он оформили документы, он вернулся на родину, но поскольку там уже никого не нашел, вернулся потом в Россию. Какой вывод мы можем сделать? Что? Образно-предметная память, она гораздо проще и крепче, чем языковая, да. И мы это должны использовать при подборке упражнений. Почему? Потому что здесь уже играет правая полушария, да. Основное напряжение и нагрузка идет на него. Второе. Смотрите, в состоянии сильнейшего положительного эмоционального стресса вот эта образная память, она оживилась, да, и восстановила те прежние связи между представлениями и тем, что конкретные предметы они, эти представления обозначали. Ну, и еще вывод, который может быть интересен среди слушателей для тех, кто практикует преподавание иностранных языков в детском возрасте, уже вот в дошкольном, здесь можно сделать вывод о том, что научно-обоснованно представляется метод, прямой метод усвоения языка, то есть конкретно на родном языке без опоры промежуточного, ну, чаще у нас выступает русский язык, да, когда мы изучаем иностранные языки. То есть вот это может тоже уже по другой теме, скажем, по методике усвоения языков в младшем дошкольном возрасте, в среднем дошкольном, вот это можно использовать. Ну, вот первые два вывода, которые я озвучила, я думаю, нам пригодятся с вами при характеристике упражнений. Итак, растяжки. Растяжки, о которых я говорила при структуре, при характеристике структуры нейрокоррекционного занятия. Что нам помогают сделать растяжки? Во-первых, это те упражнения, которые позволяют нам нормализовать гипертонус, а это чрезмерное мышечное напряжение, которое затрудняет восприятие любой информации у ребёнка, да, и гипотонус, когда мышечная вялость напротив. Поэтому таких упражнений, их вариантов очень много. Я вот представила то, что и в методичках разных расписано, и в интернете вы можете в методиках обозначить. Это снеговик, да, когда каждый, скажем, представляет себя, и тут как раз образная память играет таким только что слепленным снеговичком, тело твёрдое, замёрзший снег. Пришла весна, пригрело солнце, здесь мы опять-таки работаем на правой полушарии, да, и снеговик начал таять. Детишки изображают вот так, повисает голова, опускаются плечи, расслабляются руки, и в конце упражнений ребёнок мягко падает на пол и изображает лужицу. Я бы ещё дополнила это упражнение. Пригрело солнышко, да, вода в лужице стала испаряться, превратилась в лёгкое облачко, и вот дальше дети опять встаёт и вот машут этому облачку. Вариантом сорви яблоко тоже может быть и правое, и левое. Не забываем, да, здесь правое полушарие за левое телесное движение отвечает, левое наоборот за правое. Здесь мы тянемся и срываем яблочки, кладём их в корзину и так далее. То есть вот здесь пошагово можно расписать, и при этом можно чередовать это упражнение с дыхательной гимнастикой. То есть потянулись за яблочком, вдох, да, когда в корзину выдох. И, соответственно, мы уже медленно выдыхаем, когда наклоняемся. Вот, кстати, обратите внимание, сейчас стали тоже очень модными, модными, я так называю, условно, там нейродинамическая гимнастика, да, предлагают, курсы платные и прочее. А вот эти дыхательные упражнения, они обязательно должны сопровождать любые вот нейропсихологические, они входят в составную компонентную, поэтому вот эта дыхательная гимнастика, она позволяет и расслабить, и напротив расположить ребёнка, и обострить его внимание. То есть по аналогии с сорвением яблока можно использовать упражнение дерева, да, допустим, сидя на корточках, дети изображают зёрнышко, и как и зёрнышко прорастает дерево, медленно поднимаются ноги, затем распрямляют туловище, вытягивают ручки вверх, и раскачиваются, потому что подул ветер, да, то есть здесь вариантов на ваш вкус, на ваше воображение, фантазии. Сами дети вам могут ещё и помочь в выборе сюжета. Ну, ещё очень известная такая кинезиологическая поза, тряпичная кукла, она распространена, и из учебника в учебник качует. Здесь алгоритм представлен, поэтому я зачитывать не буду, но что позволяет это упражнение нам с вами достичь, через напряжение тела расслабить, и вновь, чередуя эти расслабления и напряжения, настроить ребёнка на восприятие информации. Далее. Дыхательные упражнения, они необходимы для того, чтобы улучшить ритмику организма, развить контроль и произвольность. Вот опять-таки варианты тех упражнений, которые здесь вам представлены, я могу вам, допустим, как варианты предложить следующее, там, задуть свечу, например, да, ребёнок представляет, что перед ним вот одна свечка стоит, да, он задувает, используя вот воздух в лёгких, да, выдувая, набирая воздух сначала, а потом перед ним пять свечек представляем, да, представляем, не зажигаем, конечно же, и он должен равномерно вот этот воздух распределить на пять свечек, чтобы хватило их все задуть, да, на пять равных частей. Качание головой, предположим, да, исходное положение, ну, естественно, не доходим до фанатизма, потому что иногда голова у детей может закружиться и прочее, то есть очень медленно расправили плечики, то есть всё, что в гимнастике раньше использовалось и используется сейчас активно, закрываем, опустив голову, глаза, и медленно покачиваем головой в разные стороны и глубоко дышим. Дыхание носом, если это позволяет, конечно, вот я немножечко простыла, прошу прощения, и как мы дышим, да, здесь подключаем уже пальчики, допустим, правую ноздрю мы большим пальцем по правой руке, а левую ноздрю мизинцем, и, соответственно, вы можете пальчики тоже менять, ну, сам тот факт, что, во-первых, сенсорика мелкая задействовала, во-вторых, опять-таки, межполушария работают, да, и ребёнок думает, какие мы повторяем, и пальчики мы повторяем, и развиваем и моторику, и загнудокативные упражнения, то есть в совокупности это очень здорово. Примерное упражнение пловец, как я его называю, или ныряющий пловец, когда дети стоя делают глубокий вдох, закрывают носик пальцами и приседают, да, они мысленно считают до пяти, и встают, и выпускают воздух очень медленно, и тоже очень помогают. Кстати, очень многие психологи, когда нужно стоять нервное напряжение, рекомендует студентам или взрослым перед какими-то ответственными мероприятиями проводить именно такое дыхательное упражнение, то есть задержав воздух в лёгких, постепенно его порционно через нос выпускать, или ром, да, то есть это помогает расслабиться человеку и успокоиться, снять некоторым образом волги. Надуваем шарики или ветер, да, точно так же мы можем футбол, вот сейчас есть аэрофутбол и всякие такие приспособления для детей, которые помогают вот как раз двигать вот эти шарики воздушным потоком. Следующее не менее интересное упражнение – глаза двигательные, которые позволяют расширить поле зрения, да. Вы здесь тоже можете разнообразить то, что изображено и вам представлено. Параллельно дети, например, обожают и начинают смеяться, и, ну, понятно, что положительные эмоции, когда сопровождают такие упражнения, это очень здорово. Если каким-то предметом мы стараемся привлечь внимание ребёнка и смотреть право, вверх, вниз или влево, можно ещё и параллельный язычок. Вы тащите их параллельно вот с направлением глаз, движением глаз, развивать межполушарное взаимодействие. Таких упражнений масса вариативных, но мне хотелось бы перейти к тому, что вам, наверное, уже знакомо, и вы часто используете в своей работе, да, это упражнение для мелкой моторики. То есть поочерёдно можно показывать вот пальчик, пальчиковые игры, да, и, ну, колечко, например, да, предложено упражнение. Проба, ну, вот в зависимости, вот это упражнение достаточно простое, но для младших дошкольников дошколят это довольно-таки сложно. Не все успевают уловить ритм. Можно убыстрять скорость, да, того, как мы эти колечки с вами делаем. Можно выполнить каждую руку отдельно, можно параллельно, или отдельно каждой рукой и так далее. В процессе работы с этим упражнением можно предложить какой-то речевой материал, скороговорки, песенки заучивать, и тем самым материал будет лучше запоминаться. Вот классические упражнения из разряда, помните, наверное, тоже, да, в методичках для педагогов дается, допустим, стол, Ну, когда мы изображаем столы и стульчики, можно в паре работать и вокруг стола стульчики изобразить. Да, мне кажется, это как раз и детей сближает. Работа в группе, она тоже достаточно эффективный, того измеря, представляется. Интересно, ну, тут варианты есть. Лезгинка. Есть варианты еще таких упражнений, как кулак, ребро и пальчики, помните, да, перстенек или колечко, тоже варианты. Вот, кстати, пример того, как можно мелкую моторику соединить с речевым материалом, да, вот такие рифмовки небольшие, там на пальце перстенек, он блестит, как огонек, крутился и скрылся, с пальчика свалился, назад возвратился, и пошли по всем пальчикам, погуляли вот с этими материалами, может быть, и резиночки, ну, самый такой ходовой и дешевый материал, или то, что у вас, вот, безопасно для детей, имеется в вашем репертуаре. Из, прошу прощения, из тех упражнений, которые еще мелкой моторики касаются, я чуть позже завершаю нашу встречу, предложу вам литературу, кое очень много, но вот из последних изданий, может быть, переиздание, где есть специальные карточки в помощь для воспитателей, для педагогов, которые, вот, варианты того, чтобы попробовать повторить, очень много. Эти задания рассчитаны для малышей и для дошкалян, естественно, от простого к сложным, да, то есть они расположены уже в комплекте именно таким образом. Вот кинезиопозы, о которых я вам говорила, было бы здорово, конечно, если мы их совмещаем с речевым материалом и разучиваем с какими-то звуками, закрепляем письменно за какими-то буквами и прочее. И вот такие движения, тоже вот карточная подборка будет, я вам покажу. Можно использовать как раз вот такие позы стоя, а седину стоя, кстати, гораздо эффективнее считается вот такие, проведение таких упражнений. Вот это варианты тех карточек, о которых я говорила, и где и как их нужно приобрести или из интернета себе скопировать, тоже чуть позже вам обозначу. Вот такие карточки очень любят детишки, особенно в игровой форме, когда у кого-то получается, у кого-то нет, и элементы не более пяти минут вот таких вот упражнений, потому что потом уже надоедает детям, они переключаются на другое, не более пяти минут. Поэтому я обычно рекомендую, чтобы эти упражнения, они чередовались. Подборочку такую. Знаменитая, еще с нашего детства, я имею в виду, с моего детства, кто повзрослеет, тоже помнит, гейроклассики. Мы их называли просто классики, помните, да? А теперь это гейроклассики. Варианты посмотрите сами, как можно усложнить или наоборот упростить. Очень динамичная игра, которая и внимание концентрирует, и движение координирует, снимает стресс, депрессию. Можно на улице во время прогулок, наверняка, вот я на наших площадках детских обращаю внимание, но у фимских столов есть эти классики. И вот как можно их, какие варианты можно предложить. Если это в группе, то можно массажные коврики, картинки с заданиями, да, для детей. Можно и усложнить нейроскогроговорками, кинеопозами, которые я характеризовала, или кинезиопесенками. Вот чуть позже как раз мы поговорим об этих дополнительных упражнениях, приемах, которые могут быть таким хорошим подспорьем при разработке методики работы. Вот они, кинезио-скорговорки. Я четыре предложила, есть карточки, есть методические пособия, и вы можете их без трудовожки найти. Ну, достаточно даже визуализировать некоторые из них, и прорабатывать на уровне мелкой моторики, и заодно повторять те или иные скороговорки. Такой материал, конечно, рассчитан уже на возраст 4-6 лет, то есть чуть постарше. Ну, можно попробовать и с младшими. Если вы упростите материал, скороговорки возьмите более проще, простые. Кинезиопесенки. Здесь уже понятно, что воспитатель, педагог демонстрирует сам, как можно с помощью последовательности кинезиопоз прослушать песню во вложенной аудиозаписи. Благо, сейчас можно использовать и телефон и прочее. И приступить уже вот к такому параллельному сопряженному повторению и отрабатывать комплекс упражнений под счет. Гейродорожки. Я считаю, что это вариант такой вот того, что мы гейроклассиками с вами рассматривали, но здесь варианты тоже вы можете предложить самые разные. Можно разложить тоже по гейродорожкам материал такой, небольшие могут быть прямоугольники, заготовки, которые заранее у вас должны быть. Можно по этим материалам либо пальчиками играть, либо уже привлекать прыгать с ноги на ноги и так далее. при прыжках произносить слоги, звуки или хлопать в ладоши. То есть параллельно движениями сопровождать какие-либо путешествия по гейродорожкам. Вот эти гейродорожки, они рассчитаны на то, что дети занимают определенное пространство. То есть здесь телодвижение, здесь мышцы задействованы. А теперь посмотрите, какие гейродорожки можно использовать для пальчиков. Есть специальные такие карточки, их можно сделать самим из подручного материала, это тоже хорошо идет. Можно с детьми даже приготовить такие карточки для того, чтобы отработать мелкую моторику и с помощью пальчиков уже развивать, укреплять межполушарные связи и усидчивость. Это тоже качество, которое практически отсутствует у многих первоклассников. материал расписан и ход игры этой тоже указан. Вот это упражнение, если мы, конечно, будем использовать с вами алгоритмы от простого к сложному, можно использовать, начиная с младшего уже, дошкольного возраста, упрощая, усложняя рисунки, они тоже предлагаются в разных комбинациях. Можно с обычных кружков или линий параллельно с разными цветными карандашами, чтобы были задействованы и левая, и правая рука. Я пробовала взрослым давать выполнить такое упражнение, вы знаете, очень часто затруднение вызывало такое двуручное рисование. Я считаю, вот это новшество, балансировочная доска, которая стоит того, чтобы этот аксессуар был у вас в группе. Почему? Потому что, во-первых, вот эта балансировка, она помогает координацию движения соблюдать, выдерживать равновесие, и можно эту балансировку для тех детей, которые уже устойчиво обучаются на этой доске стоять различными упражнениями, в том числе подключая речевой материал. рифмовки это безупречно подходит для того, чтобы, скажем, на этой доске стоять. Недавно своему ребенку тоже приобрела вот такой аксессуар, как и раскакалка, они бывают очень разные, как змеи, вот эти ручки цветные, да еще и с подсветкой какой-то. Просто находка, мне кажется, сейчас для того, чтобы можно было и на улице, и в группе использовать гей-раскакалку. Для чего? Потому что она параллельно позволяет в голове удерживать несколько действий и ну несколько действий и согласовывать их в общем ритме. Не с первого раза мой телеки ребенок научился вот этой гей-раскакалкой пользоваться. Потому что нужно с одной стороны одна нога задействовать, да, и левая, допустим, или правая, и еще успевать и прыгать. Вот. Нераскакалку можно вот усложнить еще и подбрасывание мешочков из одной руки в другие, с массажными медчиками. Кстати, недавно видела рекламу вебинара, целый вебинар посвящен только работе с массажным мечом. То есть как в руках использовать, как постукивать упражнения и прочее. То есть это опять-таки идет описание тех вариантов, которые нам с вами в основном известны. Ну, здесь параллельно у меня идут вопросы в чате по поводу скольки лет можно использовать балансировочную доску. Балансировочная доска все-таки примерно я думаю с четырех лет. Но если трехлетние дети, которые умудряются на этой доске стоять, то четыре-пять с четырех-пяти лет более безопасны, я считаю. Так, и раскакалка. Ну, это у меня пятилетний ребенок, он вполне справляется. Поначалу были трудности, сейчас уже мы и не спотыкаемся, и подпрыгиваем. На первых порах, я думаю, и с доской, и со скакалкой некоторые трудности возникают. Ну, вот с четырех-пяти, я думаю, вот эти более сложные инструменты, которые можно задействовать в работе, используются. Ну, естественно, и в дошкольный период шести-семилетки уже можно и параллельно петь, параллельно петь, и параллельно что-то там с рукой, руки задействовать. Ну, и тот материал, который сейчас очень часто используют, и раскакалку, вот здесь сейчас уточню, пока Наталья Борисова спрашивает о гей-раскакалке. Гей-раскакалка, она считается таким кардиотренажером, ее даже в работе со взрослыми в кардиоцентрах используют, тренирует мозжечок. Мозжечок находится у нас в затылочной части мозга, и благодаря ему координация наша, ловкость, выносливость и внимание обеспечивается. Так вот, гей-раскакалка обеспечивает разнонаправленную работу ног. Одна нога вращает ее, вот есть такой, сейчас секундочку, там есть петля такая, вот она, то есть одна нога вращает, а другая должна совершать прыжки. Ну вот, да, согласна, с ОВЗ детишкам поначалу возникают сложности, но постепенно, постепенно можно, вот еще раз повторяю, не сразу, а постепенно после курса каких-то подготовительных упражнений, связанных с киньей, с отработкой определенных кинезиопоз, можно уже вводить эти инструменты. Я поэтому понарастающе вам представила сегодня вот тот инструментар от простого к сложному, соответственно, и отработали какое-то движение, видите, если этот ребенок пока сложно будет, конечно, не раскакалку ему не нужно давать, или балансировочную доску, если он еще и координацию пока не выдерживает, да, то есть это постепенно поусложняющее, еще раз повторяю, я поэтому и подборку упражнений от простого к сложному вам предложила, чтобы в зависимости от динамики развития детей, а вы своих детей в группе лучше знаете, да, уже с какими-то уже и не раскакалка, возможно, будет лишним, да, достаточно будет на классиках, на путешествиях, нейродорожках остановиться, а у кого-то вот сверхподвижные детишки, им как раз вот эти инструменты вполне-вполне подходят. игры с песком, здесь, конечно, масса того, что психологи используют, я лишь несколько вам примеров игр здесь привожу, и такая песочная терапия, как ее любят называть, да, конечно, успокаивает детей, позволяет песочной терапии также какие-то стрессовые ситуации, выявляет эти скрытые эмоции, которые у детишек копились, вот это незаменимый, конечно, аксессуар, который тоже позволяет выполнять нейропсихологические задачи. Можно, конечно, о том багаже инструментов, которые нейропсихология накопила и разрабатывает в настоящее время говорить бесконечно, я позволю себе на характеристике вот этой совокупности упражнений пока остановиться и подвести вас, наверное, к следующим выводам, да, что вот эти методы и приемы все-таки помогают в определенных случаях преодолеть и скорректировать те нарушения, которые мы встречаем у детей, начиная от интеллектуальных, сопряженных, соответственно, с речевыми двигателями или поведенческими расстройствами и подготовить вот ту самую базу для успешного преодоления психоречевых нарушений, что нам с вами, педагогам, психологам позволит уже более качественно навести свою работу и подготовить максимально подготовить ребенка к восприятию тех программ, которые уже в школе предлагаются. Та литература. Литература я немного вам предлагаю, есть десяток, да, справочник, это наша настольная книга, школа внимания, гейропсихологическая коррекция, возможно, кто-то из вас уже знаком с этими изданиями, и вот гейропсихологические игры, вот те карточки, можно их вырезать вот из этой подборочки, замечательные там на ваш вкус и цвет. Есть вот такой пособий гейроцветик, вот я вам показала здесь ссылочки, где можно в интернете найти, но, насколько я поняла, это пособие платное, я пока с ним не разобралась, но по мнению коллег, которые уже использовали, стоит обратить на него внимание. Ну, и вот мне лично понравилась вот такая книга, тренажер, который можно использовать вот в дополнение к тому, что вы уже применяете в своей работе. Я благодарю вас за внимание и буду рада еще ответить на ваши вопросы, если таковые есть. Старалась параллельно следить. Так, вроде бы пока вот нет. Так, пожалуйста, если еще есть, спасибо. Спасибо вам за внимание, спасибо за добрые слова. Буду рада видеть вас, слышать вас на новых темах, семинарах, которые мы постараемся вот в рамках нашего курса разрабатывать. вроде бы нет пока, да? Так, ну что ж, если вам пригодится материал в виде презентации, сертификат, сейчас подключится у нас Татьяна, куратор, и вы уже получите все подробности, детали из ее уст. Всего доброго, до свидания, до следующих встреч. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. Продолжение следует...